здравствуйте дорогие телезрители и любители рыбалки передача на рыбалке в эфире сегодня будем ловить судака именно сезон зимой сезоне а как будет ловиться все расскажет будем на месте рассказывать будем на место рассказывать но при чем у нас все готово до лодка готова твой как путь и удочка наши снасти готовы ничего не забыли не мы удочки снасти полностью соберем там на воде на воде да да сейчас лодку подготовили к отплыть сейчас оденемся и живые приманки нету нет только на искусстве на искусстве приманки но тогда время не будем терять и начнем нашу рыбалку да но смотрите не уходите от экрана будет интересно и кто поедет на рыбалку зимой хорошо одевайтесь обязательно да ну а это процесс расскажем но я приспалик тепло оделся внутри тоже гамажи джемпры туде мы слегка делится было очень холодно но самое главное у нас солнце светит не очень холодно так у нас здесь свой горячий чай удочка не сразу дается ловить надо все время работать на какие-то цвета войдет мы начнем бортовой шнур тоже закинуть лодку а потом им тоже веревки да это ящик ну до встречи мы встретимся там все мы приплыли самое главное выставиться правильно на точку чтобы никому не мешать под заброс не встать я с этой стороны не сильно мешаю не мешаю здесь вообще-то вот так близко нежелательно он кидает в другую сторону мы у него спросили напротив а всех от всех остальных мы в принципе достаточно далеко их надо друг другу не мешать ну уважать но иногда бывает так что когда клев хороший ну реально так бывает в перехлёст бывает кидают друг другу это не очень хорошо но рыбацкая жадность рыба поймался сейчас посмотрим какой размер в этом бою обязательно рыбак наш о довольно большой хорошего получился олега покажите 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 вот это не поймал так как на проявление моего моего она здесь даже не 800 здесь даже грамм 700 на камеру вообще нельзя рассказывать если жена увидеть эту передачу моя жизнь закончится в этот же вечер лов Вот поймали рыбу весом более двух килограммов. Конечно, не без этого. Как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Везде есть трудности, особенно в такие морозы зимой. Поймал на искусственную приманку. Силиконовый арбуз, он очень яркий и мягкий. Сразу бросается в глаза. Я здесь с утра, с восьми часов. Приехал со своим наставником. РГШК многому меня научил. Вот, поймали несколько рыб. А эта самая крупная. Сразу проглотила наживку. Да еще и холодно, снег, руки мерзнут. Судак является самым желанным трофеем для большинства рыболовов. Однако поймать его весьма непросто. Этот хищник ведет себя очень осторожно. Скрываясь в русловых ямах и обратных течениях, и выманить его из укрытия бывает достаточно сложно. Грузило весом 22 грамма. В основном на судака используется грузило с весом от 18 до 24 грамм. Каждый выбирает по своему усмотрению. Использование непропаянного двойника в несколько раз облегчает процедуру надевания живца. А также помогает удобнее высвобождать крючок из пасти, если рыба заглотила его глубоко. Крючок такой конструкции легко снять с поводка, что позволяет без затруднений вытащить последний из арта рыбы или вставить в рот живца, не повредив жабры. Силиконовые приманки особенно хороши при высокой пассивности хищника. Плавная и естественная игра привлекает его сильнее вибраций металлических блесен. Кроме того, ни один вид искусственных приманок не способен настолько точно исследовать дно и придонный слой водного столба, где чаще всего и держится судак. Продолжение следует... 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 Рыбачу почти 20 лет. Люблю ловить хищников. В большинстве случаев клыкастого ловят на ямах, поэтому вес грузила также играет большую роль. В рыболовных терминах существует слово «перегруз», означающее использование более тяжелого свинца, чем нужно. Этот прием позволяет более детально облавливать место, кроме того, свинец при падении на дно поднимает крупное облачко мути, что привлекает хищника. Под размер грузила также нужно подбирать соответствующую насадку. Слишком мелкий силикон будет смотреться непропорционально, и рыба может обойти его стороной. Требуется большое умение, чтобы поймать его. Особенно на морозе. Рыбак должен быть готов ко всему. В такую погоду нужно одеваться теплее, всегда нужно заботиться о своем здоровье. Одежда должна быть теплой, нужно носить теплую шапку. Мы приносим еду из дома. Всегда есть горячий чай или кофе в термосе. Очень хорошо согревает горячий чай. Когда мы выезжали в воду, снег слабо шел. Сейчас вот он усилился. Вот сейчас едем, теперь берег. Видимости вот почти нету. Такой холод, он хорошо ловится сюда. Вот этот туман, он чуть-чуть мешает ориентироваться, плавать на лодке. Один раз вот именно здесь ночью унесло. Ураган был такой сильный, вот август месяц. И унес вместо якерями. Я вот уснул в лодке и проснулся, я оказался на том углу Ташморя. Вместо якерями унесло ветер. Иногда надо быть готовым, да? Да, на все надо быть готовым. За это всегда в лодке спасательную жилетку носим. На всякий случай. Она помогает, если надо. Бывает такой ураган, бывает даже вот Ташморя иногда. Волны, вот так вот. Погода тут иногда капризная, да? Да, погода бывает капризная. Иногда дождь сильный бывает, вот. Иногда снег, вот. Ну рыбу ловим, что можем делать? Погода на воде? Нет, погода уже не мешает нам. Это уже второй вопрос становится, вторым вопросом. Ага. Нет, сегодня тоже вот утром выезжали в воду. Выходили, хорошая погода была. Сейчас вот туман, снег сильный. Вот сейчас берег поедем, посидим, посмотрим. Ну, больше людей. Уже холода? Да, да, холод есть. Холод хороший. Вот в каждом году воду спускали. Мало воды оставалось здесь. Вот от берега, например, метров 30, 40, 50 спускали. В этом году вода полная, вот, не спускают. Ну, до води судак много, да? Да, судака много здесь. Здесь крупные судаки есть. Ну, самые большие, 10 кило, ребята, брали здесь, я знаю. Я 4 кило, самые большие взяли. Ну, это удача для рыбака, большая рыба. Сейчас вот к берегу приближаемся. Ну, вот, вот, судака выходить надо, как подаугадно идет. Иногда бывает, иногда нет. Да, иногда вот, хоть холодно, хоть погода, все хорошо, рыба не клюет. Да. Иногда вот не думаешь, она клюет хорошо. И на солнечные дни тоже. Да, в солнечные дни тоже. Ну, она холод любит. Вот сейчас как раз сезон. Так, да? Да, ноябрь, декабрь, вот зимой она хорошо идет. Ну, в первую очередь, надо тепло одеться. На все надо готовить. Иногда вот лески замерзают прямо в катушке, когда крутишь. А-а-а. Все вот это надо... Вообще на что? Понимает вот это все. Искусственные приманки, да, разнообразные? Да, искусственные. Они вот тут есть, вот, надо их достать просто. Да, резиновые искусственные приманки. Зимой на блесну судак не берет. Искусственные приманки. Мы должны помогать друг другу. Кто-то может упасть в яму или что-то в этом роде. Рядом есть друг, который всегда поддержит и протянет руку помощи. Вам нужно забросить удочку как можно дальше. Глубина здесь 30 метров. Это значит, что рыбак должен забрасывать свою удочку на расстоянии не менее 50-60 метров. В противном случае насадка утонет прямо здесь. Чем больше расстояние, тем больше шанс поймать рыбу. Ловля судака ведется и в теплое время года, и в холодное. Ловят эту рыбу и днем, и вечером, и на утренней заре, и на вечерней. Но опытные рыбаки учитывают цикл жизнедеятельности судака для выбора места глубины и времени ловли. Во-первых, конечно, нужна удача. А во-вторых, правильная наживка. С искусственной приманкой нужно правильно имитировать движение рыбы. Тогда все будет хорошо. Да, нужно один раз перевернуть наживку, подождать 2 секунды, а потом еще раз. И тогда хищник будет вашим. При повороте рыба слегка приподнимается на поверхности и выглядит, как кормящаяся рыба. Не знаю, не считал. Каждый рыболов ставит перед собой цель поймать хотя бы одну рыбку, отправляясь на рыбалку. Вот почему мы не остаемся без лова. Спорт – такой азарт все вместе. А когда чувствуешь попадание рыбы, это настоящий адреналин. Каждый удар доставляет человеку удовольствие. Рыбалка зимой очень сложна, особенно на искусственную приманку. Как правило, к берегу судак выходит кормиться лишь в темное время суток. Обычно он стоит в глубоких русловых ямах, около свалов, глубин, бровок, где его ловля ощутимо осложняется. Самый крупный пойманный мною судак весил более 4 килограммов. Мои друзья тоже ловили рыбу покрупнее. Например, отобег поймал 8-килограммового судака. Иногда попадался крупный сазан. Ну, не мне, конечно, отобегу. Ну, судак он сильный, с ним надо бороться, если большой попадется. Да. А сазан тоже сильный, но судак он более сильнее, я думаю, сазана все-таки. Он, когда большой ловится. Он недолго борется. Да. Сначала поборется, потом слабеет он. Силы теряет. А сазан нет, сазан до конца. Да, сазан до конца борется. А самый сильный, наверное, это амур или... Не, белый амур, я думаю, самый сильный, да, он... Самый сильный клюет, это белый амур тянет. Хорошо он тянет. Ну, сейчас ловится, амур и сазан уже час. Не, сейчас редко, может случайно попасться уже до весны, амур и сазан... Там уже спячки, да? Да, уже спячки, они уже отдыхают. Отдыхают они. Продолжение следует. но но хорош сильными бойкой такой касается за губу на сверху 4 дорогие любители рыбалка мы на рыбалке и на рыбалке поймали судака вот такого интересного наверное стрельба подняться что скажи что не что-то желаю вам дорогие рыбаки научиться ловить рыбу до уважать друг друга прислушиваться к советам бывалых них война не чешуя терпение мастерство это уже не сразу пошел на это как искусственного я кстати хочу пользуюсь случаем передать большой привет и большую благодарность своему скажем так когда я начинал что-то мне да мне никто не помогала не советовал первый человек кто начал мне помогать и советовать это сергей нам большое спасибо серёга много ценных советов еще отдельная благодарность игорю тену очень много дельных советов очень много дельной помощи сегодня у нас работал в основном мандулами я ловил с утра я начал ловить на силикон на натуралку что-то как-то поклёвок не было ладно да как-то слабо этим все как как ну я не могу я как-то не видел так но ребята с которыми утром подъехали поздоровались у них там что-то уже с утра в лодке уже было у деда да тоже было выжал 4 поймал потом казанка которая стояла у них тоже уже были ну мандулы мандула сегодня себя показала получше могу как-то по-другому но но я постарался сломанную поймать у меня разные цветы не были просто я тоже как бы практика да как это практику за да когда я тебе еще учиться какое-то время и потом твоя палка снасти на снасти нужны здесь определенная на первый год тоже мучился даже полтора года полтора сезона а потом вот я же сказал привет большой передал сергей на сергей нам не объяснил там да я поменял полностью снасти взял другую палку ты видел мою куда взял другую катушку взял другой шнур и уже даже не имея опыта даже не имею куда и имея в руках инструмент который правильный ты быстрее понимаешь смысл рыбалки с плохим с плохим инструментом тяжело понять плохо чувствуешь плохо всекаешь да это все нюансы там очень много нюансов там парусность шнура там много всяких мы кстати находимся на базе the shore можете приехать и взять лодки напрокат здесь до лодки вот большие лодки тут три человека спокойно в ней может сидеть спаджилеты вам дадут так что приезжайте ждем но обязательно придет ну попрощаемся на до свидания канон не хвоста не чешуи всем работам до новых встреч до новых встреч